Харе Кришна, дорогие Ващнавы, примите мои поклоны. Сегодня мы будем учиться удивляться тому, что написано в книгах Шилы Праупады. Это очень важно. Я думаю, у вас у всех есть опыт, что когда вы горите чем-то, когда у вас есть воодушевление, вам легко рассказывать, вам есть что сказать. Но когда вдохновения нет, когда печально на сердце, то даже если вы будете пользоваться разными техниками, вам все равно нечего сказать. Самое главное правило в искусстве давать лекции – у вас должно быть послание. Если у вас есть что сказать, у вас есть лекция. Если у вас нечего сказать, у вас нет лекции. Но откуда берется вдохновение? Откуда берется вот этот энтузиазм, желание поделиться? Это происходит, когда у человека есть удивление. Бхакти-чаматкар. Бхакти – это удивление. Каждый раз, когда преданные видят Кришну, Он для них все время новый, навоеванно. Он никогда не одинаков. Поэтому они всегда восхищены. И у них есть воодушевление поделиться своим восхищением Кришны. И точно так же, когда мы читаем книги Шилы Праупады, эти книги все время открываются нам по-новому. Кстати, вот так можно проверить свой уровень сознания Кришны. Если читая книги Шилы Праупады, вы не находите ничего нового и интересного там, это значит, что ваше духовное развитие остановилось. Когда мы углубляем свое сознание Кришны, Кришна в книгах Шилы Праупады предстает перед нами в удивительных обликах. Поэтому надо попытаться увидеть и удивиться тому, что Шилы Праупады говорит в своих книгах. Тогда у вас будет что сказать. Согласен, не всегда это получается. Но мы должны приложить усилия. Мы должны показать Кришне, что мы хотим удивиться. Мы хотим разглядеть его на страницах книг Шилы Праупады. И для того, чтобы это сделать, я предлагаю вам алгоритм, которым вы можете пользоваться. Это мой личный опыт. Быть может, вы добавите еще что-то в этот алгоритм. Но этот алгоритм, он работает. Вы можете попробовать и увидеть, как приходит удивление. И этот алгоритм состоит из нескольких пунктов. Первое. Первое. Внимательность. Обратите внимание, что даже когда человек кушает, но одновременно с тем смотрит в интернет, разговаривает с другим человеком, он не может распознать, что за что он кушает. Он не может понять, какой вкус. Он не обращает на это внимание. И когда мы читаем книги Шилы Праупады, если наш ум рассеян, мы не можем прочитать, что там написано. Поэтому такая простая вещь, как внимательность позволяет сразу же увидеть много интересного в книгах Шилы Праупады. И тот алгоритм, о котором мы говорили вчера, анализ текста и комментарии Шилы Праупады, если мы просто этому алгоритму анализа книг Шилы Праупады следуем, это уже повышает внимательность. Само по себе уже становится интересно. Так, первое. Внимательность. Надо просто внимательно читать, не отвлекаясь и анализировать, что мы читаем. Вторая вещь. Нужно использовать свой разум. У разума есть особенность. Он задает вопросы. Он рассматривает, потому что обязанность тхарма разума помочь нам принять решение, помочь разобраться. Для того, чтобы разобраться, нужно посмотреть на эту вещь с разных сторон. Поэтому он задает вопросы. И прочитав текст, прочитав комментарий, нужно задавать вопросы к этому стиху и комментарию. Я предлагаю несколько вопросов. Допустим, что интересного есть в этом тексте и комментарии? Ну, что там интересного? И вот с таким вопросом прочитать текст и комментарий. Можно задать другой вопрос. Что этот текст и комментарий и послание этого текста и комментарий означает для меня? Либо, какие вопросы задали бы наши соседи, когда прочитали этот текст и комментарий? Как изменится моя жизнь, когда я буду следовать тому, что написано в этом тексте и комментарии? Почему стоит выучить этот стих и комментарий к этому стиху? И задавая такие вопросы, пытаясь ответить на эти вопросы? Это позволит вам рассматривать этот текст и комментарий с разных сторон. Третий пункт. Надо спрашивать других вайшнау, особенно старших вайшнау, что интересно в этом тексте и в комментарии они видят. Знаете, такой провести социологический опрос? Что интересно в этом тексте? Что интересного Шила Прабхупада хочет донести до нас? Кстати, это хороший способ общаться с вайшнавами. Хороший повод. Также мы можем почитать, что говорят Ачарьи на эту тему, послушать лекции Шила Прабхупада по этому тексту, лекции своего духовного учителя. То есть посмотреть на этот текст глазами других людей и удивиться, глядя на этот текст с глазами других людей. Как разновидность этого третьего пункта, я бы даже сказал, это четвертый пункт. Обсуждать этот текст со своими друзьями. Вот только что у меня закончился урок, вашими баксивиданты, и мы как раз этим занимались. Я увидел, как люди ожили, когда они стали обсуждать то, что им интересно в этих книгах. И когда они стали обсуждать, то они стали открывать, благодаря обсуждению, они стали открывать то, до чего они сами бы не дошли. Просто потому, что они пересказывали это. Это тоже очень хороший способ углублять то, что мы прочитали в книгах Прабхупада, и удивляться тому, что там написано. Пятый пункт называется «Медитация». Для того, чтобы этот текст ожил, должно пройти несколько дней. Когда человек регулярно в течение нескольких дней думает об этом тексте, пытается разобраться в нем, он начинает смотреть на мир сквозь этот текст. И что бы он ни делал, пошел на работу, я не знаю, общается с другими людьми, платит за квартиру. Что бы он ни делал, этот текст находится в его сознании. И все, что происходит в его жизни, начинает быть материалом к этому тексту. Он начинает все это анализировать сквозь этот текст. Этот текст начинает, я называю, прорастать. Когда мы ложимся спать, мы можем читать этот текст, думать о нем. И когда мы просыпаемся, этот текст открывается сном, с новыми гранями. То есть, все это называется проращивать текст или медитировать на этот текст. И последнее, я думаю, это самое главное, но он стоит в последнем списке, это молиться Кришне. О том, чтобы он помог нам разглядеть удивительное в этом тексте. Вот эти пять пунктов, которые мы можем использовать для того, чтобы удивиться тексту и комментарию Шилы Прабхупады. Пожалуйста, попробуйте и убедитесь, что это работает. Давайте я покажу вам, как пользоваться этим на примере текста, который мы уже обсуждали с вами. Текст из Бхагавадгиты 4.15. Этот текст состоит из трех логических блоков. Мы говорили об этом в прошлый раз. Первый блок, что деятельность сознания Кришны благотворна для всех. Второй блок, не нужно отказываться от деятельности, нужно просто научиться действовать правильно. И третий блок, для того, чтобы научиться действовать правильно, нужно учиться у освобожденных живых существ. И давайте прочитаю, я для примера прочитаю один абзац и покажу, чему здесь можно удивиться. Чему я здесь удивился. Может быть, вы удивитесь каким-то другим вещам. Так, первый абзац, комментарий. Есть два типа людей. Сердца одних осквернены материальными желаниями, а сердца других свободны от желаний. Сознание Кришны одинаково благотворно и для тех, и для других. Люди, пораженные материальной скверной, могут воспользоваться методом сознания Кришны, чтобы постепенно очиститься, следуя правилам преданного служения. А те, кто уже очистился от материальной скверны, обычно продолжают выполнять те же правила, чтобы подать пример другим и тем самым принести им благо. Вот что мне бросилось в глаза в этом комментарии, в этом кусочке комментария. Что здесь говорится, что сознание Кришны благотворно для людей, у которых сердца нечисты. Это хорошо для их очищения. Но когда человек очистился, он продолжает следовать сознанию Кришны для того, чтобы показать им пример. И вопрос, который возник у меня, а ему что, самому не интересно, что ли, следовать сознанию Кришны? Он это делает ради того, чтобы показать кому-то пример? На самом деле, отвечая на этот вопрос, можно рассказать о том, что у преданного есть два вида обязанностей. Один вид обязанностей связан с его духовной практикой. Это повторение святых имен, пометование, молитва. А второй вид обязанностей связан с его материальным телом. Это то, что мы называем занять свою природу в создании Кришны, занять свои особенности. Это варнашем он называет. Так вот, человек, который достиг успеха в сознании Кришны, который не отождествляет себя больше с телом, ему, в принципе, можно не следовать правилам, предписаниям, связанным с его материальным телом. Но он продолжает это делать для того, чтобы показать пример тем, кто еще не очислился, каким образом свои материальные обязанности можно вовлечь в сознание Кришны. Вот одна интересная вещь, которая меня вдохновила, удивила и побудила говорить об этом в этом комментарии Шилы Прабхупады. Я думаю, если вы попробуете анализировать и удивляться, пользуясь этим алгоритмом, вы увидите много интересного, о чем вам бы хотелось поделиться на своей лекции. О том, как это вдохновение правильно оформить и сделать его таким, чтобы его легче было воспринимать вашим слушателям, я расскажу в следующий раз. Харе Кришна! Субтитры сделал DimaTorzok